Да, ну и что-то помню. В свой смысле? Кто был отраздеяси? Я. Не рассказывайте тем, кто не был, вы не имеете права. Хорошо, давайте мы пойдем дальше с того места, где мы остановились. Мы с вами говорили, кто помнит руку рисовали? Кто зарисует и расскажет? Без тетрадки? Кто что помнит? А? Ну иди рисуй, рассказывай. Да, нарисовать и рассказать. Вот кто не вышел, все молчат. С места не говорим. В следующий раз выйдешь, нарисуешь и расскажешь. Хорошо? Спасибо. Не волнуй. Все, давай пиши. Да. Ну давай напиши, потом объясним, что все. Хорошо. давай покажем это происходит на своей руке второй палец это пророк пророк указательный палец потому что он указывает у него есть когда на высоком уровне развиты духовные глаза и так далее он умеет показать указать чего где и как третий это евангелист самый длинный палец потому что евангелист может достигнуть кого угодно всегда евангелист это не обязательно те кто постоянно говорят про Иисуса это те у кого есть сострадание по отношению к людям которые идут в гену четвертое это пастор это безымянный палец на котором носят кольцо кольцо потому что он женат на церкви ему важна каждая овечка о каждой он заботится, о каждой он печется его сердце может вместить в себя много овец и так далее учитель это самый тонкий палец потому что он может пролезть куда угодно и прочистить то что угодно хорошо молодец смотрите еще можно добавить то что говорил когда не дай бог кто-то теряет большой палец там в аварии или на производстве то сейчас современной хирургии делает так что вот этот палец берут его ломают специально ну как вы ставите болезненные операции из него делают вот этот палец почему потому что этот палец без него как бы кисть не работает он хватательный палец то есть это говорит о том что апостольский палец очень важен и также если мы смотрим на апостольское призвание то есть апостолы они часто не часто они имеют призвание как руководить какими-то вещами как мы говорили что они они часто апостолы едят дыры других людей но если мы говорим вообще о том когда вас бог ставит какую-то позицию руководящую например вы приходите на практику на дома или еще куда попадаете то вы как руководитель чего-то как служители не допустим слово лидер менее нравится потому что лидер это такое слово не библейское и современное значение лидер это обычно найти как в мире как выявляет лидерские способности да и считается что говорят вот важно чтобы такой-то какой-то какой-то лидер был но библия говорит как раз об обратных вещах пусть служителю как слуга то есть он не просто человек который за которым пойдут или еще что-то не факт что еще туда куда надо пойдут и он пойдет куда надо этот лидер так вот вот этот палец чем очень важно смотрите когда человек ему дано какая-то власть он облечен в какую-то власть часто часто люди считают что для власти нужно этот палец использовать дело это делает а пойди сюда уйди сюда то есть на самом деле сильный руководитель он вот этот палец он не указывает но он так делаешь не все сами делают то что им нужно делать и для вас это очень важно как например когда вы начинаете служить вот вам вере на какие-то люди вам важно не просто указывать все время чем делать после вы будете просто указывать что делать они не они не разобьются вы должны активировать каждый палец ваша задача активировать других людей сейчас я говорю сейчас я говорю другую схему это и с грунью по посольстве просто руку использую для того чтобы объяснить другую вещь когда вам вверены какие-то люди будут палец вы не этот палец то есть вы не просто там так боря пошел стой здесь иди туда ты иди туда знать это то есть вы не должны только тыкать вы должны конечно указания давать но сильнее если вы активируете остальных потому что ваша задача не просто вот я пришел сейчас я помолился я отговорил я все нарисовал я все рассказал и ушел и вы очень хорошо помолчали полтора часа то есть важно чтобы те с кем вы за кого вы несете ответственность что чтобы вы как тренер были чтобы понимали что роль служителя это роль тренера то есть наставник он призван воспитывать других наставников потому что так как вы занимает будете заниматься с людьми они точно так же с другими будут правда что не другой другого примера не знают и как я уже приводил пример снова привожу пример если в вам подходит человек и просит помолиться нормально это нормально но еще нормальный спросите него сам молился за это или нет потому что он верующий человек почему не молился за это почему на вас перед а почему на вас перелагает свою обязанность это тоже самое что людей подходит и говорит вы не могли бы мне руки вы мы допустим но если подойдет ко мне ну даже та, которая 3 года ребенок, я все равно говорю, и сама мою уже, в принципе. А почему я тебе должен руки мыть? Ты можешь сама, что ли, пойти помыть руки? Понимаете? А в духовном плане мы часто вот этот затягиваем инфантилизм, вот эта сопливость религиозная, там, пастор, помолись или там, или еще начинают как бы нагонять на наши амбиции, там, Маша, вы лидер от Господа, помолитесь за меня. И ты такой раз, я лидер от Господа. Иди сюда, там. Вы самое лучшее, вы помазанное, только вот вы перемазанное, то есть вы сейчас помажете этими вещами. Смотрите, понятно, что это все не так, что так, 100%, вот так понятно, что вы где-то там приехали, люди подошли, вы не должны там сразу, там, грубо всех раскидывать. Но те, с кем вы работаете, ваши там люди, которые ученики вам верены сейчас, или люди на практике, или с кем вы там придете, вы должны их самих учить молиться. Смотрите, ученики подошли и сказали, они сказали, Иисус, помолись за нас. Они сказали, научи нас молиться. Правильно? Это был умный вопрос. И он искал, сейчас подойдите, помолюсь, Отец Небесный, благослови Петра. Он говорит, он научил их, он дал формулу, как молиться, он объяснил, как это делать. Следующий момент, часто человек, который поставлен в позицию служителя, он становится библейским справочником, или, знаете, мыслительным библейским гуру. А что вы думаете по Иоанна 3.10? А что ты думаешь по этому? Мне интереснее, что вы думаете, не то, что я думаю. Понимаете? То есть, я хочу вначале тебя выслушать, а потом сказать то, что я думаю, потому что, почему ты мои мозги хочешь использовать? Почему ты в твоем мозге не хочешь использовать? А я не знаю. Ну подумай. Конечно, я тебе скажу свою точку зрения, но мне важнее, чтобы духовные дети научились размышлять. Третья ситуация, которую я вам рассказывал, конфликтные ситуации масса, правда? К вам приходят два человека, вот там, пастор, у нас проблема, мы говорим, ну ты расскажи. Всегда мы две стороны выслушаем, правильно? Потому что не зная две стороны, ты никогда не имеешь права объективную оценку дать. Но почему не сказать, слушайте, ребята, что у вас там? Ну вот у нас конфликтная ситуация. Хорошо, давайте сделаем так. Так, вы сейчас пойдете в ту комнату и прочитаете Евангелие от Матфея, пятую, седьмую главу, три раза. Помолитесь и придете ко мне. А почему? Просто так. А я помолюсь за вас. Просто так я верю, что Бог сам даст вам примириться через Нагорную проповедь. Что Бог сам это сделает через вас. Правда, это сильнее, когда люди сами это решат, без того, что их как-то там насильственно примирят. Ну то есть я вам рассказываю разные вещи, просто, например, я хочу показать, что наша цель, если вы поставлены куда-то в ответственную позицию, то вам нужно активировать других людей и дать им функционировать, чтобы они росли. Чтобы не вы были как бы за все ответственные, вы все знаете, вы за всех молитесь, а те получается что? Какая-то пассивная часть. Вот. Дальше идем. Сегодня мы будем говорить о колесе. Колесо. Кто знает или помнит из Библии, где встречается такая необычная конструкция колесо в колесе? Колесо в колесе. Колеса в колесе. Где это в Библии встречается? В пророке Езекиилии. Необычная такая конструкция. Плюс к тому, что в этих в ободьях еще и глаза везде, которые смотрят на все стороны. Да плюс к тому, что еще эти колесо в колесе, они могут на четырех сторон одновременно двигаться. Трансформер такой. И они находятся на земле, но когда нужно, дух их поднимает с земли. То, что Езекииль увидел. Вот эту конструкцию колеса. И мы сегодня поговорим о колесе в колесе. И там также в Езекииле написано, что эти колеса двигались на четыре стороны. И там сказано о четырех лицах. Кто помнит, какие-то четырех лицах там есть? То есть, четырех лицах. Орел. Телец. Человек. И кто еще четвертый? Лев. Ну, песню можете вспомнить Гребенщикова. Орел, телец. Четыре животных в саду, которые уходят. Эти же четырех животных мы встречаем в книге Откровения. Орел, телец, лев. Орел, телец, лев, ну и человек. Четыре лица. В Езекииле, вы посмотрите, найдите потом это место, где находится. Я сейчас просто ну, не записал. Я не помню, в каком-то месте. По-моему, четвертая глава чем просто выдается информация, вот так просто выдается, и ты потом не можешь ничего вспомнить. Потому что если что-то мы видим, нам легко потом эти вещи воссоздать. Впоследствии я еще вам четыре рисунка нарисую, и мы по ним будем проходить. Эти четыре рисунка будут у вас на экзамене четыре вопроса. Если вы запомните зрителя на четыре рисунка, вы ответите на четыре вопроса на экзамене уже, когда они будут по окончании этой школы. Вот. Теперь поговорим, давайте начнем с четырех лиц, а потом поговорим о колесе. Смотрите, это мы можем использовать как гармоничная жизнь верующего человека. У верующего человека должны присутствовать все четыре лица. У него должно быть лицо орла, лицо льва, лицо человека и лицо тельца. Что это за лица? И важно, чтобы эти лица были все направлены в правильные стороны. Как вы думаете, лицо орла, что оно обозначает? Какую жизнь человека, когда человек вверх? Лицо орла, нет, не хищник, лицо орла, оно выражает такое, знаете, поклонение, что-то возвышенное. То есть, такое... И это лицо нам дано, чтобы мы этим лицом были повернуты в сторону Бога. То есть, мы должны иметь в духовную жизнь поклонение. Телец – это то лицо, которое мы повернуты в сторону кого? Это кто-то телец? Бык. Это служение, это лицо служителя. То есть, этим лицом мы поворачиваемся в сторону человека. Правильно, это в сторону Бога, это в сторону человека. лев – это то лицо, которое нам дано для духовной войны. Этим лицом мы поворачиваем в сторону дьявола. То есть, это лицо, знаете, власти. И можно так сказать, что вы имеете это лицо, вы можете кричать, рычать, рвать зубами, но это вам дано только против духовной силы зла. Например, я несколько раз замечал, что правда пока ты на бесов не загорешь, они не понимают. Мне было странно раньше. Я думал, ну что, бесы, тихо не понимают. Я слышал, что на них орать? Скажите там, пошел вон. У меня было такое, пока говоришь, пошел вон, пока ты на него не загорал дико. Они каким-то образом странно, но каким-то образом иногда на них нужно просто реально заткнись и заорать на него. Я не почему такой язык понимают. Лев – это в сторону сатаны, и бесов. Сейчас я только рисовку лечу в сторону дьявола. И очень важно, чтобы во всем в этом оставалось человеческое лицо, чтобы вы не перестали людьми быть. Потому что иногда верующие каким-то образом быстро в ангелов превращаются или псевдоангелов, или они нате такие какие-то ну мы не от мира сего. То есть религиозные люди часто бывают странные в своем поведении, в лексиконе. Вы понимаете, что Бог воплотился и стал человеком и нам быть человеком нормально. Человеком быть не стыдно и нам нужно не перестать быть человеком. Но теперь очень важно, чтобы мы вот эти четыре лица использовали в правильном направлении. Потому что иногда приходится с орлами общаться. Знаешь, ты подходишь к человеку, а он аллилуйя, сейчас подожди, я еще в духе, сейчас я выйду из духа и смотрят на тебя таким взглядом пророческим. Да, Женя, слушай. И он как бы клювом-орлином в тебя тыкается. И человек как-то так теряется с орлом рядом. Я такая низость человеческая, подошел к орлу, а он там сейчас подожди, я еще не закончил. У него там в розетку вот он в духе заряжается, а потом да, я слушаю, что. Извини, не могу сосредоточиться, я как-то сейчас на Боге сконцентрировал, не могу. Так вот это вот не надо, в смысле орлиный клюв пихать человеку в лицо. Это как бы идиотизм на самом деле, понимаете? То есть орлиное лицо, если ты поклоняешься, поклоняйся Богу, особенно наедине, а не когда ты перед всеми молитву твою, смотришь, потому что иногда люди как бы нормально разговаривают, а потом, особенно если публично помолиться надо, они или на виск переходят, или на какой-то странно, театральная какую-то такую вещь, и лексикон такой старославянский начинает, ой, потом, что помолиться-то, за что еще там надо? Да, ну, вы как бы не судите, другие кто так делает, но вообще сверхъестественные вещи это не противоестественные вещи, то есть мы должны быть естественными. Почему вы не можете с Богом разговаривать так, как вы сейчас разговариваете? Почему вы сейчас говорите вот так? И часто у нас, видите, мы как-то зависим от религиозных форм. Например, мы общаемся, да, до урока или до служения. Мы что-то говорим, общаемся там, бум, колокол, все раз, как-то, теперь нужно по-другому, не так, как до или до этого, то есть сейчас церковь началась, до этого не была церковь, а теперь церковь началась, как бы церковь, она же в определенные часы, в определенном месте только, правильно? Вот, это все как бы такие вещи, которые, ну, как бы, на самом деле они ограничивают нас. Я думаю, что сам опыт жизни вам показывает, что иногда, входя в эти форматы, я в церковь сходил и Бог со мной поговорил, допустим. Вы согласны, что иногда Бог с вами говорит больше на кухне с кем-то, за чашкой чая там или еще? Это ни о чем не говорит, потому что церковь, она 24 часа на 7, и мы всегда, мы можем кофе пить после собрания, и Бог нам может многое дать через общение друг с другом, то есть Бог не ограничен часами, которые мы придумали и вставили, то есть я не умоляю формат любой, потому что это не может быть анархия, просто так. На самом деле мы не должны думать, что Бог приходит с 11 до 12 по субботам, допустим, а остальное время просто мы там общаемся, веселимся там, тик, все, так, начали. И ты какой-то другой стал, то есть неестественно, то есть какой-то костюм сразу, какое-то религиозное делал на себя и стал себя как-то странно вести. Но я просто говорю, что мы должны быть самими собой, нормальными, натуральными людьми, то есть самое лучшее. Во-первых, даже когда вы служите, ну хорошо, вы не слушайте в формате, где вам нужно выходить на сцену и там сидит целый зал, но вы служите в формате, допустим, сидят в домашнюю группу. Иногда человек на домашней группе он сидит такой, там Маша, дайфиник, туда сюда, в том, так все, серьезнее, мы начали. И человеку другой стал. И это же Маша, которая дайфиник. Так, Маша, что ты тут? Сядь, как ты сидишь? А как сидеть там? Что-то развалилось. Ну, ученики вообще лежали, ели лежа еще. Это, конечно, неудобно лежа есть, но они вообще как бы лежа на подушках лежали. Там вообще формат был какой-то неправильный. То есть они не на стульях сидели, как приколоченные, там, знаете, рядами, как на партсобрании. То есть они просто лежали на подушках там. Вот так у них проходило. Я не критикую другие форматы, но мы не должны зависеть от форматов. Потому что, я помню, лет 10 назад у нас одна из церквей, которую я вел, она была в караютах, она была такая, ну, большая, для Израиля человек 200. Там там все рядами сидели, как положено, я уже рассказывал. И мне вдруг пришло такое понимание, что надо всех кругом посадить. Просто. Я никому не сказал. Мы собрали, все уселились, я говорю, давайте сейчас все стулья расставим кругом. Вначале все такие думали, ну, как бы, ну, ладно, чего у пастора всякое бывает. Новая прихоть какая-то идиотская. Расставили кругом, сели кругом. Я знаю, что Бог-то ломал какие-то вещи. Я вам скажу, некоторые люди из церкви ушли из этого. То есть они не пережили, в смысле, что теперь, что кругом, они рядами. Ну, там немногие, но несколько человек не смогли, в смысле, как бы это пережить. И они мне, как бы, жаловались, я говорю, какая проблема-то, по утрам здесь играть в церковь, которые рядами до сих пор вы туда переходите, да и все. Если вам это, как бы, тяжело, ряды и круг, то осталась другая церковь, не наша, которая рядами сидит. И вы туда привыковые идите спокойно. Что они сделали? Ну, я просто привожу к примеру, что мы часто зависимы от таких. Вопрос, тоже не религия, кругом сидеть только теперь. Вопрос, что мы часто зависимы от каких-то вещей. И для нас это так закостеневаемо в этих вещах, что они дают нам нормально двигаться в Боге. Так вот, лицо орла, оно мне дано, чтобы вы свою духовность людям показывали, да, чтобы вы переходили на странный язык, в смысле, или как там так одухотворялись как-нибудь, там, знаете, там уже, когда что, подходишь, а как раз-то как-то, халилюя, там, в смысле, знаете, походка летящая, и ты уже подходишь. То есть, вы к человеку должны повернуты быть лицом человеческим, эти лицом. То есть, вы человеку, вы какой есть, такой и есть. Вы готовы служить. Вы не должны к людям поворачиваться лицом льва. Понимаете, потому что иногда, как бы, наша барань не против уже бесов, а против крови, тепло идти, против человека идет, тянувшим. Я помню, как первый раз меня Господь спас, это было, когда мы только начали церковь в Израиле в 95-м году. И столько много было искушений, я помню, на квартире собирались. И на одном из собраний, у нас там не так и много было, человек может, от 5 до 10, вот так оно все время было. Притом странно, что мы начали, я, моя мама, мой старший брат уверовал, и вот, которая у вас, Дина с Юрой, его новую. Это семья была. И потом начали новые люди появляться, но что странно, первый год или два все время сумасшедшие приходили. То есть, ни одного нормального. То есть, или шизофреники, или какие-то там, просто вот реально, откуда-то мы не рекламируем, откуда-то узнают про нас, приходят, о, вы собираетесь там, и раз садятся, и вдруг одна, например, выть начинала постоянно, как волк, когда прославление. Другая мама ходила с сыном, которому 30 лет, который вставал, и время прославления начинал качаться вот так. И на меня смотреть вот так, знаете, у меня сына капала. Я думал, да когда же, господи, за что? Может, за то, что в психушке работал, когда психолога, может, говорят, у меня прошлое, как бы, ну, догоняет в смысле. И потом, помню, на одно собрание, наконец, нормальная женщина пришла. Сидит такая, ну, живая, глаза такие умные. Смотрю, в глазах мысли есть, кто-то удивился на этих. И собрание подходит, давайте помечаю, она говорит, да вот я не надо, она репатриагировала с Украины, там, и так, я думаю, боже, неужели нормальный человек? Как это может быть? Думаю. Я, говорит, вот, я вот была еще в одной церкви, есть в Хайфе, там мне поклонение нравится, но здесь у тебя проповедь сильно, может, я буду приходить на проповедь, ну, что-то такое, рассказывать свое. И потом уже, когда мы отошли в сторону, я вижу, что вам можно довериться. Я уже насторожился, как бы. Она говорит, я биоробот, я не человек. И я, я говорю, господи, я знал. Как бы, ничего странного. Я говорю, вы знаете, вы там, где вам поклонение нравится, вы там проповедь слушать, говорю, не надо, все нормально, вы туда идите, это хорошая церковь, говорю, нам своих ненормальных хватает, это не сказал уже. Так вот, к чему я рассказываю, пример, в то время много разных было искушений, помню, там одна тоже у нас была сестра, она такая настоящая, местечковая еврейка такая, вообще, персонаж такой, если читали, что у малых ума просто, вот она оттуда, прямо вырвана из страницы, она меня загнала на кухню, а кухня такая была, как узкий пенал, есть такие вот квартиры израильские, где такая кухня, если тебя загнали, ты не можешь выйти из нее, если тебя перегородили, и она вот так встала, вот так, и начала мне, и начала мне, что только говорить, говорила так, что я почувствовал, что я как бы вернулся в плоть ветхую, и у меня такое, когда был неверующий, у меня был такой знак, когда мне дрожал воздух, я понимал, что после этого меня переключают, ну как бы, у меня бывало такое, что меня, когда я смотрю, что когда изображение трясется между мной и человеком, после этого происходили вещи неадекватного характера с моей стороны, и у меня задрожало между мной, и я понимал, что сейчас я буду, ну точно смысле, или, не важно, что я подумал, но что, что я ее вырубил бы, шанс большой был бы, и, не, не так было, она меня доводила, и когда я уже начал, была, и она вот тут, она встала, такая, не выйдешь, и я понял, церкви конец наш, потому что там все люди пока чай пьют, я понял, что все, все, церковь закончилась, как бы, с моей первой отсидкой, и тут меня Бог спас, я в секунду, как бы, все понял, я как заорал на бесов, но еще, правда, еще так, полуплоть, полудух, потому что за голову сильно схватил, и за уши, сейчас бы я не сделал бы это, и начал на бесов орать, представьте, она в секунду изменилась, она такая, а что, типа, а где я, вот так даже, ой, а чаек сделаем, что такое, знаете, но к чему я рассказываю, что мы львиным лицом не должны людей поворачиваться, даже если люди нас раздражают, смотрите, в церкви, я помню, один служитель меня спросил, говорит, слушай, ты, говорит, психушке, психологом работал, медицинским, скажи мне вот честно, где больше психов, говорит, умирую ли в церкви? Я говорю, конечно, в церкви, говорю, Бог же не мудрое призвал, немощное, я говорю, я говорю, душевнобольных больше в церкви, я вот это и заметил, говорит, мне это и волновало, говорит, что в церкви, ну, что вроде люди, которые еще не уверовали, конечно, я утрирую такие вещи, но на самом деле, Бог, собирая в церковь, нет таких, там, самых лучших, там, в церкви очень много странных людей, очень много немощных людей, душевнонемощных, и апостол Павел говорит, что эти немощные члены важнее сильных членов, потому что о них нуждается попечение и забота, и через это мы растем в милосердии, принимая немощного вере правильным образом, но вы знаете, немощного вере иногда хочется просто, вот реально, немощного вере хочется просто реально, как-то вот тяжело, особенно бывают очень немощные вере, и вот нам не дано лицо льва, понимаете, вы же не представляете, насколько иногда, как вы, как служитель, вы можете просто войти в раздражение, насколько это может кого-то ранить, что вы не замечаете, ну, просто вы раздражились, можно ли раздражиться, там можно, но ты не имеешь права на это, ты должен быть, потому что просто там рассверепел, там допустим, а у человека все это удар, это как для детей страшно, когда родители на них там в гневе орут, или еще что-то там, представьте, ребенку три года на них такая голова свешивается, которая вот такого размера, только не это смысле для него это вообще страшно еще ребенок или младенец там лежит и такая голова свесилась большая отца там смысле я вот так иногда как за руку она достанут меня хватит играть они готовили что сам может эти могут ответ дать если хватит скажи тихо не хватит рать а ты сам орешь на них хватит орать и у них какая ассоциация что надо орать уже ты орешь на них так вот нам не дано право повышать голос на людей мы не имеем права это если мы это делаем мы не правы и если мы это сделали мы должны покаяться попросить прощения у людей то есть не то что ты как бы такой служитель и ты имеешь право на гнев ты не имеешь права на гнев потому что ты должен уподобляться сыну человеческому иисус никогда не орал на учеников там и даже когда они что-то не то делали он вы просто хотите уходить отсюда но не орал на них там не позволял себе такие вещи с ними делать поэтому лицо льва вам не дано что поворачивать в сторону человека вот это очень как бы но гармонично когда мы имеем все четыре лица развитые то есть когда мы имеем жизнь поклонения когда мы ищем святости перед богом ваша святость не не для людей не должны показывать на святость были должны показывать что доброту милосердие им он лицом тельца когда ты готов в духе христа всегда выслужить когда-то не себе другие как и поступал тельца до ну так а другого лица нет ты не должен поворачиваться у тебя всего лицо и тельца и человека для людей и не другого лица для людей ты не должен ни львом ни орлом поворачиваться к людям да то есть я же говорю что ты не можешь рычать орать и или или вот так святость показывать людям я помню как свою святость показал один раз может не помню лет семь назад я подумал как-то мне не должно смотреть фильмы мирские я священник я не к тому что надо смотреть или не надо фильмы на вот так понял я их не смотрел и зашел как-то я сюда в монастырь в одну комнату и там наши старшие братья боевик смотрят притом боевик не такой что там знаете расследует вдохтив там четыре часа в комнате разбираются где что произошло нет там просто патроны ведрами сыпались кровь тоже лилась и там на эти как ливни такие зашел в такой своей найти и просто я я зашел я потерялся сжог как подщечину получил свои святости я и они поняли что страшное произошло посмотрел на всех они нам кинулись там выключать там знаете я там что это я не помню что добавил там типа я так был сквер осквернен это низостью который здесь брать не сделали что я просто вышел и дверью хлопнул и ушел и помню вышел на улицу и чувствую что я ушел а бог сама не ушел я когда думаю а в чем дело господи это гнать что что не так в совести говорю и и понимаю что не так но включая дурака рожка там на иврите дело маленькую голову найти дебила смысле включаю ну вы знаете как перед богом дебила включая да господи что не понял там да хотя ты все понял но ты просто придуряешься как бы я придурялся где-то полчаса ходил что там как-то но все равно пришлось вернуться в комнату за тип и пока я сказал братья простите за мое поведение это было как бы но это было самоправедность я поступил неправильно вот я не говорю что это хорошо или плохо смотреть такие фильмы сейчас я вообще ничего не смотрю нету времени и мне интересно но не в этом дело дело в том что ты можешь быть иметь святость перед богом и свободу от чего-то но не в плане чтобы это найти явить миру свой духовный образ какой-то это самоправедность на фарисейство это найти это показать показаться наша святость перед богом не перед людьми людям не нужна ваша святость людям нужна ваша доброта ваше милосердие ваше сострадание правда поэтому мы должны знать как мы должны такие люди у которых идти лицей который повернута всегда в правильную сторону вот и тогда ваша духовная жизнь будет гармонично развиваться дальше то что мы видим в книге езекиля там было это колесо в колесе да и и просто твоя человечность потому что иногда почему-то религиозные люди думают что они ничего не человеке смысл знаете как это мы им человеческая как бы страшно чуждо то есть мы должны быть нормальными людьми нет мира сего это не какой-то инопланетянин такой религиозные или поведение какой-то найти такое совершенно странное то есть нет мира сего это когда люди в духе христа поступают так как когда ломается вся программа этого мира то есть его мирский должен сейчас так поступать и ты поступаешь в совершенно против ложным образом и например я вам расскажу у меня было но два случая ярких которых я вспомнил сейчас они в голове всплыли потому что когда я уверовал я как-то поступал неправильно часто найти и я возмущался в духе а потом начинал в плоти один раз помнил в питере в ленинграде или он же петербург был не помню еще был молодой верующий я пришел в магазин и и попросил что там с полки там тоже магазин игрушек не помню почему игрушку просил можешь кому-то из друзей детей купить и не было тогда не был ни женат и продавщица каким-то образом знаете это была старая советская школа продавцов но которая типа сказала че пялишься типа в руки не брать я начинами сказала я сказал так смотреть в глаза и стал без офис гонять и сердцем плохо стало и там подбежали воли долл там подруги и просто так вот а я же как бы верующий два месяца и начал орать на этом без а в магазине но такую найти гнев такой на нее и пухли и женщине плохо сердца не раз такого не видела такого своей жизни вот но вот вы не должны быть такими знаете с неверующими такими людьми какими странными когда к тебе подходит как ваша король на языке вошел то сразу там или что-то еще я начал делать я помню что мы так тоже раньше делали и потом пастор там запретил мы ездили на конференции то все время было до 90 начала 90 конференции там в питер москву когда в поиске делись и начинали орать на языках все я запрещаю на языках орать пусть то вы смущаете людей потом они можно нормально вангализировать в вагоне то есть садимся спокойно я помню сидим спокойно в вагоне плац карте вы все доехали и и один так исполнился духом что видит что не может уже мы запретили на языках молиться и он выбежал в тамбур а там такая труба была а труба шла через весь поезд на самом-то деле его трубу стал на языках и а мы сидим и на весь поезд только знаете как как голос тролля такой и там и там люди и люди вообще-таки знаете вокруг нас такие и он потом возвращается сел спокойно такое но в общем такие вещи про я просто говорю ну не надо так делать на самом деле но каким образом мы являемся нет мира сего я я очень часто проигрываю системе этого мира за рулем в израильском стиле вождения потому что я по натуре вспыльчивую и во многих частях жизни уже бог помог мне эту вспыльчивость преодолевать но дороге я проигрываю даже мой сын когда мне сказал мы ехали он говорит папа ты как апостолу пётр мне так приятно стало я говорю спасибо ами почему договорит и от иисуса вроде его любишь и сам отрекаешься от него при младших сестрах еще я говорю а где я отрекаюсь это он готовы людям приходишь учишь как жить потом на дороге орешь горят ненормально на других водителей я думаю интересное строение с апостолом петром тем более это шестилетий ребенок даст кому точнее 9 было когда я стал внимательней и помню один раз поехал в садик утром еще на севере мы жили детей а найти когда тебе утром нужно 4 детей развести в течение полчаса пробки еще арабские мусорщики закрывают дорогу начинаете контейнеры подвозить ты как бы веру во христа откладываешь на два часа где-то с 9 начинаешь верить в бога и вот так происходит что я еду тороплюсь и они там мусорку с вы поставили машину я решила быстро обогнать и время этом мусорщик выскочил со своей этой с ящиком и чуть под колесами не угодил и он перепугался я перепугался очень там заорал там ну араб там парень а я отъехал и а я в таком случае не просто ру мне нужно вернуться же на орать после никогда не серьезно чё орать на смысле я рассказать не включил и обратно поехал к нему и я вижу уже в стекло что он уже он уже знает что будет потому что этот сценарий каждое утро повторяется его жизни за 7 и он знает он знает что он за рет он знает что я знаю что в ответ за рет вся программа программа мира прописано по этому сценарию но у меня было несколько секунд к дух святой успел меня поймать а я уже подъехал к нему я думаю а теперь делает ладно бы я дальше уехал бы я стекло опускаю и он не раз так у засунулся в машину уже на тебе а я отдался богу думаю не знаю и начиная я просто взял его погладил по руке и у него глаза такие выпучились на меня я ему говорю слушай говорю я так испугался за тебя твоя жизнь такая дорогая и он вообще потерялся знаете такое я отъезжаю так стоит знаете как убитый такой как бы я понял что программа сломалась и это было не от мира сего как бы это было странное в принципе вещь и также и раз я приехал на заправку у меня машина на газу я приехал специально заправиться газом это было год назад у а пасха было пейсов у меня в машине кроме идти еще порой запихал который нас дома жили там форма машин детский сад я стою в очереди там не буду все описывать то короче я стоял что-то ждал подъехала машина того что неправильно ждал и он решил как-то так чтобы типа вышел на меня орать типа чё я стою в очереди потому что это что неправильно стою в очереди за мной стоять короче он идет все такое орёт а я прав потому что он просто погнал от который вышел там и я уже вошел себя но увидел зеркало ами амиеля который скучно капусту пётр и вам в окружении еще там семеро детей сидит я быстро съеда подходит и орёт там очередь моя твоя тег и чё бы надо очередь езжай передо мной хочет я попускаю нет проблем и он это увидел и судил детей и он потерялся и пошел на заправщика почему-то орать хотят он вообще не при делах и пошел и орёт на заправщика дам ну король им нужно было выплеснуться я подошел к нему а заправщик стал на него орать я стоп а был пейсок я выслушать и мы из египта вышли или нет они такие смысле бессмысла мы в египте или не видите на конечном не понимаю они меня заправили сразу и потом я отъезжаю они оба стоят и такие вдвоем как бы такие ну я как бы не красуюсь потому что у меня таких орденов всего 2 на 200 дырок допустим проколов я просто хочу сказать что нет мира сего это слушаться дух божий в такие ситуации и как правило конечно по плоти поступаем чаще но вы всегда можете потом войти в дух и бог может даже вашу плотской прокол использовать для славы божьей понимаете не вопрос что в этом что заорали завизжали там может вас там даже там что-то из вас там вырвалась жаба выскочила какая-то вы даже не пугайтесь наоборот радуйтесь о какой негодяй без благодати божья то есть вы как раз очень хорошо себя настоящим видите потому что все что остальное было тех кто из себя вышел себя не узнали когда ты есть настоящая до этого ли до этого лицемерия было знаете когда скандал ты себя вышел такую не знаю как ты как-то неудобно это не я это как-то вот нет это ты это настоящий а вот тоже до этого было ты просто как бы ну да ничего страшного когда это открывается вопроса знаем кто мы есть и не надо переживать это рушит нашу гордость такие ситуации но когда приходит дух мы всегда можем потом сделать работу над ошибками подойти к человеку тем более если вы в израиле находитесь вы знаете израильтян они реальные кактусы сабры они колючие внутри мягкие это точно я знаю израильтян ты можешь на него наорать на не наорать а потом ты только вам скажи там да ладно брат и все они растекаются сразу сразу я вот по опыту на дорогах знаю ты на он тебя подрезал ты у подрезал там что-то завизжал ты завизжал потом так но пускаешь он опускает и ты они моментально потому что они изнутри как бы мягкие как большинство людей если совершенно уже не же сочились внутри так вот теперь мы говорим о колесе в центре колеса находится вот это центр от него идут спицы я просто нарисую колесо которое было того времени как в телегах запрягает или велосипедов то есть только лесок который язык или видел во первых поэтому колесой хочу объяснить вашу духовную нашу духовную жизнь а также такой церковь на основании колеса смотрите что важно в колесе в колесе важно центр колеса вы знаете что как бы колесо не крутилась в центре всегда место покоя это также бывает это называется слово эпицентр даже если происходит торнадо тайфун что-то всегда в эпицентре это место как бы непоколебимости то есть это место это место мы назовем шаббат вот на иврите напишу шаббат то есть центре нашей жизни всегда должно быть соединение с божьим покоем то есть мы должны научиться жить в этом мире потому что на самом деле у веровав вы получили все от бога это не значит что господи научи меня жить в покое вы имеете его ледами он всю дал просто в нем не находитесь просто мы не научились находиться в состоянии царства божьего которое есть внутри нас что происходит каждодневно в этом мире система мира кто является главным системе мира которым живем каким образом он может нас победить если он вытащит нас изнутри наружу то есть он дьявол побеждает только на своей территории если вы на территорию пошли все вам конец вы в тьму вышли что делается одна через разные обстоятельства например конфликтная зона с человеком происходит через него без и пытается вас затянуть в мир этого человека ваша задача ну я уже говорю в будущем когда вы станете мастера и международного класса по этому делу это не сразу происходит но все-таки ваша цель до которой вы должны достигнуть что вы не даете себя вытащить туда а вы его к себе затаскиваете и он либо затачиваться либо уйдет понимаете то есть внутри вас есть состояние царство божьего мир радость вам хорошо вы в покое дьявол что должен сделать загнать вас куда в суету в раздражение в гнев чтобы вошли не в свое состояние состояние врага и там вы проигрываете сразу даже если вас вытащили вы проиграли что нужно первым делом сделать вернуться внутреннее состояние мира и уже оттуда начинать дальше действовать при том вы не знаете как вы будете действовать пусть а бог может в духе давать совершенно не необычные решения для вас особенно в семейных конфликтах это интересно знаете там когда семейные конфликты они чаще всего построены на самоправильности он прав и она права оба права оба несчастные семье прав тот кто больше милости проявил в таком случае если уже конфликт произошел что нужно человеку сделать вернуться в состоянии покоя и услышать дух святой а дух святой может дать совершенно не необычное решение которое вы не ожидаете не так не доказывает до другому я тебе сейчас по писанию покажу что неправда пусть нет не надо показывать послушаться духа святого сделать то что бог показывает сделать в этот момент то есть для колеса всегда важно что чтобы мы были чтобы мы этот центр всегда имели внутри себя соединение с богом находились его покое чтобы мы не давали дьяволу вытаскивать нас вводить в состояние другого человека например вы с кем-то столкнулись конфликте что происходит по сути дела вы можете войти в его дух правильного состояния вы можете в своем состоянии остаться и постепенно тащить его к себе этого человека чтобы вы даже не вы не знаете что будет он или войдет или не войдет или там может без из него будет можно с бесами уйдет вместе там вам уже без разницы просто вы поступаете правильно вы побеждаете если вы находясь в покое вы во-первых освобождаетесь от горделиво амбициозной позиции в любой конфликтной ситуации вы поднимаетесь на эту ситуацию вы в эту ситуацию входит через свою смерть через смерть вы побеждаете все что такое смерть ты мертвый тебе вообще ничего как бы ну тебя не задеть ты свер выгоды них что-то ситуации мертвому какая выгода ты умер да ты не манипулируешь что не хочет получить кого-то правда ситуации просто умираешь и через это ты получаешь сверхъестественную власть на этой ситуации что в этом мире имеет силу много что имеет власть имеет деньги имеет секс имеет что все имеет силу но если вы умираете для этого вы имейте силу выше этой силы то есть ваша сила превосходящая силы над этими вещами то есть вас невозможно зацепить уже через вас не нужно под купить соблазнить там манипулировать вами почему потому что вы не боитесь почему не боитесь а вы умерли чем боятся понимаете мы должны может заранее уже молиться перверентные молитвы предупреждающими господи пускай твоя смерть вам не действует чтобы я умер в тебе для этого мира чтобы твоя жизнь раскрывалась и в этих ситуациях практиковать вот ситуация происходит от и раз сам себя скажу умер чем умер чем и волноваться понимаете вы можете то есть поведовать даже потому что ваша смерть для этого мира для ваше освобождение очень важно это состояние центра теперь смотрите колесо она всегда соединяется с чем землей с внешними вещами духовная жизнь которая не соединена с реальность этого мира это безумие когда люди такие найти там в духе что-то решают там все в духе решают на самом деле наша духовная жизнь должна плотно стоять на земле то есть то что иисус проповедовал там это были сильные земные вещи обычные вещи когда патриарх яков помните у него был сон у его лестницу по которой ангелы божи сходили не сходили под лестнице и он назвал это место весель дом божий бетель там очень важно прочитать четко написано что лестница она стояла на земле это лестница 3 с воздуха висела не то что там прилетит вдруг волшебник лестницу с вертолета скинет там то есть духовность она начинается земных вещей не с небесных пусть а мы сразу хотим когда найти там сразу в дух войти оттуда начать допустим начинается все земных вещей то есть иисус говорил где поступай так делай так с ближним там с так то так то есть видите вот эти земные вещи если мы на них стоим и начинаем подниматься в духовной жизни то есть духовный рост он начинается с простых оснований то есть ваша духовная жизнь она начинается всегда с полметра с метра с трех метров радиуса вокруг вас это за что вы должны молиться на чем должны концентрироваться это ваш круг влияния то есть вы сейчас можете сразу озаботиться миссионерством в китае или парагвай где-нибудь но бога сейчас волнует ваше отношение соседом по комнате понимаете все то что вокруг нас все то что происходит нашей реальной жизни вот наша зона духовной ответственности если вы в ней не можете подниматься в неверные в мало вы не можете над большим пойти потому что люди они не концентрируются на земных делах они сразу там куда-то хотят улететь в космос то есть но лестница духовная лестница всегда начинается земли мы бог всегда конкретно работает с нами в тех обстоятельствах которых мы находимся сейчас и также духовная жизнь она крутится мы имеем центр покой но все-таки мы соприкасаемся земле мы не воздухе крутимся духовной жизни просто флюгер товар я молюсь на и пророчество молюсь тогда а дома бывает еще не дай бог там один из супругов такого веры автор еще не уверовать не успел и жив вроде он женой или жена с мужем и вдруг у него инопланетянин появился слушает надо детей собрать в садик или покормить подожди там в духе сейчас то сам собирает мне сама собираю ну как бы это это не реклама царства божьего да это это реклама религиозного идиотизма когда знаете помню когда такого веровал я потом начал домашние группы вести пришел к одной сестре домой она позвала мне что у него муж никак кается не хочет поговорить и и пришел вовремя она его он зашел в туалет она его стулом загородила не до этого выйти из туалета пока он там типа то ли не покаяться то ли не библине почитает зашел там как раз момент когда там на тип и слушал задают удары визги какие-то и зашел она такая знаете еще такие жены обычно мужик город или он или по фамилии называют харитонов там в туалете сидит не кается никак я предполагаю что харитонов до сих пор не покаялся возможно и возможно он не живет уже с ней вместе и и да и она в особо в особо одинокой пророческой группе находятся такими сестры которые убили своих мужей своим богобоязненным житьем знаете они до вдовы духовной войны потому что написано что мужья спасаются богобоязненной жизнью жены они думают что коба боговаясь на жизнь это закрытие в туалете там смысле там и пророчество этого кричать через дверь там на языках например вот так вот это полный отрыв от естественно от реальности с миром это это шизофрения называется религиозно когда человек он живет в каком-то виртуальном религиозном мире и и просто дикость и гирой совершает ненормальные мы царство божие проповедуем через милосердие знаете мы должны проповедовать благовествовать и иногда даже имеем право использовать слова расходе проповедение потому что мы 90 процентов благовествия нашей жизнью и тем кто мы есть на самом деле пусть кому-то подошел начало в иисусе а потом отошел и тут же на кого-то наехал там или сочи вонливо до чего я сел там люди будут так классно хорошая евангелие то есть играешь одно делаешь другое это это как будто лицемерие это силы никакой не имеет то есть сколько скольких бог коснулся через наши странные через не не на вопрос сейчас если хочешь запиши потом задай через что бог коснулся через какой-то через какой-то поступок через какие-то действия я помню когда я приехал в израиль я ехал через финляндию тогда еврея через финляндию везли от начала 90-х годов было и я жил у верующих людей это христиане финские евреи вывозили и они были заведующие секонд-хэнда магазина со вторых рук и меня когда привезли секонд-хэнд там реально писали два этажа как целый универмаг огромные вещи просто нулевые считай уровень и не горит может что хочешь брать я груда а я как репатриант мог вести там то ли 50 килограмм то ли 100 на самолете вот по что мы репатриировались я говорю начнем с отдела чемоданов я набрал чемоданов штук десять и давай там костюмы спортивные карху кроссовки и все забивают а кучами просто но есть советского союза парень представляете раньше только у фарцовщиков такое это мог увидеть там за дикие деньги эта женщина вдруг заплакала сильно награды врачу плачете она я никогда не видела что будет так много брали и и на обрадовалась то есть у меня такой были слезы что такой нищий приехали было хорошо от этого она благословилась я все это в израиль привез и чемоданы а я как бы ну я не наглый но и еврей смысле город набирает их давайте на набирать из нас еще того дома найти играть там ну уж конечно мы тут возьмем что-нибудь они не не что-нибудь 10 чем она кей набрал там и и по приезду в израиль и пошел учиться в ульпан я заметил что там есть две пары и виду что и бедные две семьи там или с детьми они приехали вижу не как-то одеты там и в разговорах чувствую что мы с корзиной тяжелое что я с мамой там приехал вдвоем живу припеваючи я бы знаете ребята пойдемте ко мне после урока в гости хочу вас пригласить я пригласил открыл шкаф горы слушали берите хотите играть финляндии приволок вещей в них 3 в трех поколениях не выносите но мне нереально столько выносить вещей они что-то стали смотреть один говорит пойдем на кухню выйдем выше у меня брат тоже верующего иисуса говорит я ничего не говорил я просто говорю что иногда наши дела они могут говорить сильнее чем наши слова когда мы поступаем правильным образом поэтому наша духовная жизнь она должна по земле ехать то есть вы должны понять что мы что мы едем по земле что мы не просто там флюгер который в духе где-то вращается там допустим теперь смотрите если мы эту схему берем про церковь очень важно понять что этот же колесо это церковь то есть церкви центром является шаббат иисус это крест нарисую пашу сейчас трудное слово иисус написать то есть все скрепляет бог если мы строим церковь на личности человека это церковь обречена на разрушение вопрос только времени то есть неправильная позиция когда церковь построена на личности человека в центре тут разные мероприятия вот церковь крутится например есть люди яркие харизматичные люди на них можно вообще быстро поднять церковь но это вопрос времени только на самом деле церковь не строится никогда на личности человека в 90-х годах все сказали было много перегибов не успевал в этом талантливый там он как петро сиян там и проповедует так и смешно там и всякое актер и речевого жанра там да и станцевал и на гитаре сыграл там и все церковь там уже тысяча две тысячи битком зал там знаете ну а а потом тут как-то там ну что-то не так сыграл что-то высморкался не так упал там куда-нибудь там раз все и разбежались мы думали он помазанник а он оказался там если негодяй вот то есть мы разочаровались и зачем врачи зачем вы очаровывались мне понятно зачем вы поклонялись ему потому что поклоняться нельзя человеку то есть если мы делаем организовываем церковь мы должны знать что любого человека в ней можно поменять включая пастору не пожизненно и потом не день не детям по наследству передается в династию а ну я просто говорю так не надо делать если это происходит не наше дело так судить но пастыр это кого можно забрать например у адвентистов так сейчас не про динтиста выруны так осить у них каждые четыре года меняет пасторов церкви от местами чтобы люди не привыкали к человеку достаточно разумная схема потому что знаете люди иногда начинают привыкает привыкаете потом не дают у нас так было вначале когда началась церковь потом когда не только сумасшедшие нормальные стали люди приходить кается церковь выросла там не знаю что там было 50 человек может быть и все было построено на мне я человек такой харизматичные я привлекаю людей в лидерские способности есть и так в детстве написали в школе что обладает сильными лидерскими способностями но может людей привести не туда да язык подвешен еще дар учителя то есть я могу говорить часами и вот так церковь она так и выросла вокруг глеба самбурского который был уже уже такой рос как супер помазанник такой еще потом маленький но уже такой задатком такого хотя я уже тогда не знал имена людей хотя их уже было больше 10 20 уже забывал там я уже говорю что там кто есть кто там вот ивановы занимались эти это низменная работа и как бы чернорабочие были юра сдиная а я смысле там выходил в у нас церковь была небольшая собрать на квартире но всех рядами сажали все равно как в автобусе на эти дети играют я просто иногда там где-нибудь там из-за кулис так раз выхожу на проповеди найти там уже там и ухожу как вы знаете так красиво туда там после там вот а иванова уже занимается там сеть сопли там смысле там завода помолить хотя к чепухой короче всякую на эти мелочи не такими то сходить в гости там людей выслушать мне не не надо я в это в это время не мог этим заниматься потому что я в супер марио тогда помню проходил все уровни дома то есть я не то что в посту в молитве я просто нашел приставку игровую супер марио на улице в израиле и пока все уровни не прошел после этого я запретил себе азартные игры потому что я такой человек если я приду азарту под часть полностью поэтому нельзя давать это игры компьютерные потому что я пока все уровне не приду я не успокоить сериала мне задавались на 100 100 серии просмотрю за два дня полностью уже с красными глазами буду смотреть смысле там но пока и не закончите я не могу допустим по три серии в день смотреть нужно все 100 посмотреть за сутки вот поэтому я себе запретил сериалы лично потому что я не могу ограничивается таких вещах так вот церковь они не строится на человеке человека можно заменить понимаете она не строится на харизме на способностях человека там такой оратор он такой лапушка он такой перед такой допустим и с ним что-то случилось и что такая церковь она хоть там две тысячи хоть 3 хоть 4 хоть 5 где церкви могут растаять течение года вообще не что с ними я знаю такие церкви на постсоветском пространстве к такое было я знаю одну церковь которая очень быстро поднялась больше тысячи двух тысяч человек и сейчас ее нет вообще 0 она не протянула во времени очень долго смысле понимаете но если в центре находится не я а бог иисус христос такая церковь врата ада не могут и поколебать потому что она построена христе и люди приходят церковь не на пастора послушать понимаете вот тогда когда это было начало живого израиля это кстати длилось лет десять идиотизм со мной уже до другие церкви мы открыли если я не приходил на собрание пол церкви не приходила если заранее знали они да бог за границу уехал на две недели все церковь полупустая а че эти глеб не пришел кого слушать слушать никого вот значит люди приходят церковь слушать кого-то правильно то есть они приходят не поклониться богу не принять его кровь и тело они собраны него не вокруг христа они собраны вокруг оратора это тоже неправильное понимание церкви что в центре собрания стоит проповедь проповедь не в центре собрания стоит слово это важная вещь но если мы так тогда мы уподобляемся миру и на найти развлекаться на нравится крутые проповеди веселые такие а слушай он так говорит медвы от кого-то проповедь человека послушать он говорит я года кончу говорит ну говорит классно согласен они даже не просекли что не чушь говорит ты что говорит-то классно он говорит точно классно он профессионал но говорит ересь как так дауто потому что он говорит о что не надо говорить то что вашим ушам ласкает до то что нравиться знаете сколько такого наша я направлена на тина на наше эго направлено этих вещей сейчас я не говорю об этом и не хочу вопросы записывать и зададите потом сейчас я не хочу чтобы в критику вошли каких-то вещей я не для этого говорю я говорю того что церковь вы собираетесь вместе вокруг жертвы христа это самое главное если почему мы когда-то или 10 назад вели причастие на каждом собрании гроза чем вы собрались сюда если вы не пришли зачем храм приходит жертву приносить если смысл в храме без жертвенника скажите какой у нас храм до харизова храм там жертвенник самое главное жертва без жертвоприношения храм не имеет никакого смысла совершенно никакого поэтому когда была принесена жертва христа храм недолго простоял в иерусалиме зачем зачем храм без жертвенника если мы собираемся вместе нету жертвенника и жертвы зачем мы собрались что является главной жертвой крест если мы собираемся и в нашем собрании нету провозглашение крови и тела христа зачем мы собрались вы знаете что в первой церкви люди прежде всего собирались для того что принять тело и кровь христа ради этого а все остальное было просто десертом к этому проповедь песни молитвы это все было десерт вокруг пасхального агнса из первой церкви сечет отлучали от причастия для него это было равнозначно смерти настолько люди ценили что принять кровь и тело иисуса христа если мы не понимаем смысл причастия что вообще самое главное чтоб собравшись вместе мы при приняли часть божеского естества мы собираемся чтобы как клуб человеческий чем мы отличаемся допустим и там от просто мирских организаций сейчас ю тубе доберитесь в этом коуче разных конференций люди круто говорят интересно собирается то есть классно происходит на самом деле и даже намного более высшем уровне чем в церкви потому что мы уже высокие профессионала послушаешь он за пять минут так выложить тему тысячу вау круто круто в чем прикол ни в чем и что с этого круто с дерево познания добра и зла столько на вырастала столько с дерево познания добра всего на вырастала но это не дерево жизни дерево жизни это что это не информация дерево жизни это быть причастниками иисусу христу понимаете ли вы смысл что вы принимаете кровь и тело и что через этого вливается жизнь божия если вы не собираетесь для этого если церковь не собрана вокруг христа вокруг поклонения ему даже когда мы собираемся вот смотрите даже вот кругом если мы сели в центре должен быть христос мы ради него собрались мы собрались поклониться богослужение это служение богу это не то что ты вышел такой вау сегодня хорошее собрание его почему он дам и сегодня вот это понравилось то есть у тебя все вокруг то что и нравится то есть вокруг того и гадать и тебе понравилось и не понравилось в кино ходил что на самом деле река в цирк ты ходил мы должны идти на собрание в состоянии больше или меньше мы божьей жизни получили более живой вышел с этого коснулся ли меня дух имея в сердце что сегодня мы угодили богу нашим собранием или меня не интересует что богу главное нам хорошо а кто-то я не пришел а может бог вам не пошел на собрание все пришли а он не пришел а и да и нормально у нас такие формы что можно без содержания уже проводить на эти как фарисеи там уже шахин отошла во втором храме ни разу присутствия божия не сходила не было ковчега пусть вавилоне потеряли его неважно мы будем найти по накатанной производить религиозные акты это делает той на нас даже не интересует а бог в этом есть или нету бога в этом понимаете насколько опасно когда бог не является в центре церкви то есть церковь должна быть только богоцентричная не человекоцентричная что когда церковь построена только на удовлетворение нужд людей она станет что человека угоденческая что на главное если мы хотим сделать что церкви было хорошо можно по этим путем да можно что кресло заменить кофемашину поставить это все правильно и нормально нормальные кресла нормально кофемашину что еще надо еще развлекательные моменты вести шоу сделать я предлагаю еще два стриптиз добавить она вообще эффективно пойдет особенно церковь играть братьев мало в церкви есть 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 способы увеличить мужское состояние можно допустим стриптиз делать что еще можно сделать можно раздача подарков если ты привел одного неверующего утюг получаешь а если двух неверующих привел велосипед допустим на не ну электрический церковь может удвоить в принципе есть разные способы от можно знаете рост церкви сделать каким-то образом мотивировать вот это то есть рождать мертворожденных людей в царство божие просто знаете как будто мы делаем но это мертворожденные люди они родились от духа на самом деле я вам скажу что церковь будет расти и бог будет прилагать спасаемых туда где есть он и на самом деле люди будут втыкаться в тему когда-нибудь переживать бога живого потому что они бога хотят и вы не вы не вы хорошо вы будете им велосипеды кресла потом рядом откроется клуб покруче вашего и все туда уйдут у вас был магазинчик да вы коврами торговали диванами родом и ки и ки и открылась как они смели мега церковь открыть там мы здесь уже годами торгуем евангелем если ты не торгуешь евангелем а пробудешь христа и у кого христа бог будет распространяться а если у тебя просто левый народ который пришел он куда пришел туда и ушел и слава богу и обычно радость когда такие уходят и помимо нас очень сложно был период много лет послужили в иерусалиме тяжело было я помню тогда помолился неправильная молитва по человеческой господину избавь просто я не хочу смотреть кто прав кто не прав и не хочу судить людей просто пускай уйдут те кому нужно уйти я не думал что почти все уйдут за месяц 80 процентов ушло про то начали уходить за первыми те на которых и не которых он господи эти-то не эти-то зачем пошли я же них имел ввиду я же думаю я же эту имела аксо я вот у которой веду на и ушла кстати я думаю вот это точно до афира там было на 1 уйти бы бабушка фира бабушка фира не ушла и потом скоро только через мой труп я уйду типа бабушка фира была такая найти тоже из тех еврейских бабушек таких я не служу тех кого боку вел они правы или неправы но знаете мы не должны концентрироваться на этом по что мы если мы популисты да нам нужно побольше потому что это количество потому что это деньги да потому что это дает какую-то устойчивость служение но мы мы тогда мы человека будем угодниками мы будем бояться сказать людям правду потому что вдруг он уйдет обидится как так-то служит его вот хочешь послать что если чеку на сказать правду ты не любишь его на самом деле я не говорю говорить львиным лицом ему но если в церкви поставлен бог и не защищены права бога защищены права людей только в церкви до церковь потеряет присутствие божье это станет организация он там по правам человека гуманизм прочее прочее поэтому для нас очень важно что в центре всегда должен быть бог дальше церковь она всегда должна соприкасаться с земными вещами если церковь не занимается не со связано с миром смотрите иисус иоанна 17 глава он ведь я не молю чтобы ты взял их из мира на что-то сохранил хан за зла правильно и он говорит что мы спасены и системы этого мира и он нас посылает этот мир он ведь я посылаю их в миру то есть понимаете мы освобождены от власти мира для чего чтобы быть посланными в мир церковь это не секта когда мы спаслись хорошо к этим эти там какие ошибки бывают иногда человек уверовал только да я не говорю такое как с наркоманы и пошло до их надо убирать на меньше на год на два но просто бачев только спас его сразу пытается спрятать от старых друзей и знакомых не дай бог сохранить нужные видами слушайте он его нужно там оставить потому что он уже через него там уже других достигать потому что его сразу выстраивает такую схему все ты не от них ты с нами ты не с теми ты уже прячься от них но наш же бог в мир послал понимать если мы не сосредоточены на благовествовании в чем смысл вообще наоборот люди в благовествовании они силу получают от бога 10 глава от матвея где иисус говорит идите он обращается к матвею которого в девятой главе призывает он не успела матвея призвать как стал идти уже проповеда евангелия как так и между камер это позвали еще как бы только ты уже два дня засиделся здесь и идеи евангелизируя и рассказываю христе то есть понимать если церковь не сфокусирован на земных вещах она начинает она начинает исполнять не свои предназначения когда церковь настроена на церковь это закрытое общество сектантского типа церковь начинает интересоваться странными вопросами вот сегодня мы должны разобрать с вами глубокий смысл там найти какой-нибудь апокалипсис а пока вы начинает особенно книгу откровения любит таких церквях мы должны очень точно понять церковь будет где-то до скорби после или середине и ближайшие три года мы будем это изучать это уже первый факт что люди делом не занимаются у них есть время заниматься чепухой понимаете еще красивым словом назвать эсхатология ну это интересно это можно говорить но это не мешает его и нести евангелие пусть и люди начинают заниматься какими-то теологиями или душевным стриптизом или там еще прыщики в душе у меня еще вот очень тонкое чувство греховная на прошлой неделе обнаружила у себя то есть начинает под микроскопом изучать свою душу то найти работать с него сильно мы должны вникать себя и учения но не концентрироваться на себе это все приходит от безделья когда люди не пробуют евангелие церковь не сфокусирована проповеди евангелия начинает заниматься чем маразмом правильно начинаются разные какие-то всякие мероприятия смотрите любые мероприятия in каутеры там конференции они все должны иметь целью достигать неверующих мира пусть на некоторых энкаутерах одни и те же уже десять лет одна и та же группа из одних и тех же изгонят них те же там одни и те же без и одни и одержимые одни и те же изгонятели и это найти но все подумают мужу кругу там уже знаете там я 15 раз освобождаюсь тебе уже пора самому освобождать и неверующих а ты знаете все тут такое варится в таком уксусе таком направлен на себя то есть мы призваны ехать где по земле когда ты последний раз людьми общался с нормальными с неверующими не 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 она здесь своего каждого тема мы здесь все я бы иисус любит вас борисус любит тебя я сейчас проведу лекцию посос любите те все грани любви покажу там я тебе и тебе и ага и агапы запущу часто нет и разницу с филилой объяснить и вешать это беда жить не может и даже про rs расскажу тебе это вот я сижу он не рассказывает мы сидим 2 до могли бы просто пойти уже там скетушь познакомиться на эти может спасся бы сегодня то есть церковь она должна находиться всегда на миссии и вот тогда она поднимается в духе написано что колеса ехали по земле и дух их поднимал когда нужно было поднимать а мы хотим сразу в воздухе зависнуть на телевитация в этом вау сразу там ты воздух поднимешься это на земле стоит что-то поднимешься а так ты не поднимешься ты просто своей голове в мечтах будешь такую чепуху придумывать на эти там духовный бред и прочее теперь смотрите что еще в церкви важно в церкви каждый человек это спится как мы уже говорили все спицы они как солнышко из центра из бога выходит кто скрепляет церковь как эти спицы могут единственно ходиться если есть соединение с богом если я соединяюсь богом ты соединяешься с богом и соединяемся друг с другом тогда только также в браке как мужу женой соединясь только через бога через креста если каждый из них приближается к богу где где они соединяются понимаете если ты приближаешься и он приближается что произойдет столкнетесь где-нибудь да соединитесь в боге но я хочу отметить что все спицы в колесе одинакового размера понятно как это может быть скажи такой не может быть вопроса не может как спицы может быть не одинакового размера они все одинаково о чем это говорит скажите мне о чем это говорит это Это говорит о том, что кто бы ты, ты апостол, или ты имеешь дар пирожки печь и переносить, ты точно такого же размера, как и апостол. Нету таких там... Мы все одинаковые в глазах Бога, понимаете? Мы все равнозначные. То есть здесь нет места никакому превозношению или самоумолению. Я самый маленький, я ничтожество. В моем смирении... Все знают о моем смирении. Знаете, есть тоже такие самые смиренные, такие гнусные, маленькие такие ходят. Я никто. Мы не маленькие, не большие, мы одинаковые. И тогда колесо что? Нормально вращается. Вот сегодня мы говорили о чем. А когда происходит колесо в колесе, это когда не то, что мы самое главное колесо в теле Христа. Живой Израиль. На самом деле, когда колесо начинает с другим колесом соприкасаться, когда церковь с церковью служит, разные церкви начинают пересекаться, разные служения, не своего ищут, тогда это начинает двигаться в все стороны. Понимаете? Когда не просто вот мы. То есть мы... Есть разные служения, которые начинают вместе пересекаться и работать в теле Христа в единстве. Так же, как ты лично вот это колесо с другим колесом соединился. То есть колесо в колесе, это сразу умножение силы идет. Когда церковь с церковью, община с общиной, разные динаминации, все начинает пересекаться, все это крутится, начинает правильным образом. Огромная сила. Просто знаете, как взрыв такой света. и чему просто разгоняет везде. Так, сегодня мы говорили по языке. Четыре лица, колесо, спицы, центр, колесо в колесе. Коротко в двух-трех словах. Кто, что сегодня для себя взял? Прямо можно отвечать, да? Да. Я, допустим, делал для себя то, что вы не брали левиозы и диагнозы. Мне просто понравилось, что вы будете с ним мне быть фанатом этого и показывать, что вы навязываете. Не будешь больше? Не, я так хотел, потому что действительно это было непонятно. В некоторых моментах, когда так люди себя вели и пытались показать, что вот как-то руль эти, да? Мне было непонятно. Не должно ли быть так? И не постыдно ли это, допустим? Если у тебя есть чувство стыда, когда ты видишь, какого человека и тебе со мной за него стыдно, то нормально ли это перетло? Как вообще понимаешь, как раз понимаешь? Здесь главное правильно реагировать, что тебе не должно быть за него стыдно. Нам нужно самим так не поступать, а другие поступают, как хотят. Нас не должно волновать, допустим, когда другие орлы летают, мы не должны такие. Вот здесь хороший пример, когда помните Марфа и Мария. Помните, да, ситуацию, что Мария села у ног Иисуса, а Марфа что, бегала там? Суетилась. Но Мария же не суетилась. Марфа, прекрати суетиться, ты мешаешь мне Иисуса слушать. Марфа, ты мешаешь мне, я не могу там. То есть Марфа, ее Марию, Марию Марфа не волновала, правда, на самом деле? То есть она не мешала ей, допустим, не то, что там она, а иногда просто Мария в Марфу превращается. Я у ног Иисуса. Что вы тут бегаете все это? Я просто говорю, что для нас очень важна концентрация на Боге, да? Хорошо, кто еще что? Вопрос у меня. Ну, давай. По поводу того, что ты не должен строиться на близких, там, на человеке, причем на проповедники, или на его расчет, и так далее. В плане, вот как ты говоришь, привел пример, что, если не пришел, то кто-то в полцентра не пришел, тогда как ты, как старший пастор, уборишься? Это очень просто. То есть, во-первых, нужно учить людей, что они собрались здесь для нужной крови, отели Христа раз. Во-вторых, не ставить себя в центр, давать другим проповедовать. Притом, опять же, не демократия, у нас все проповедуют. И там кто-то выходит, ты думаешь, боже, нет, все равно ради демократии пускай он проповедует. Нет, есть, нужно находить людей с дарами, давать им развиваться в этом. И там о некоторых скажут, тебе по жизни не надо проповедовать. Это нормально, у тебя другой дар совершенно, это не постыдно. Понимаете? То есть, нужно выстраивать, как бы, я вот сегодня совершенно спокойно, раньше мне бы в голову не пришло, что я могу приехать на собрание не проповедовать. А что я приехал тогда? Да как смеяли меня пригласить, я не проповедую. Знаете, это как артиста пригласили на концерт, они дали спеть ему, да? То есть, понимаете, насколько стереотипы будет? А если заставляют? Что? На стереотипе не могут. Так и не надо. Ну, смотри, сейчас на школе вы должны делать все, что вам говорят, если говорят. Но, но когда вы будете служить, если у вас нету дара, мы еще будем говорить, даже если вы будете вести домашнюю церковь, можно обходить эти вопросы, если вы не имеете дара учителя. Можно Библию с людьми разбирать, можно еще делать. Вы не должны напрягаться, ночь не спать, трястись, подготовить проповедь, и потом, знаете, не выставившись, орать на людей, там, в смысле, запутавшись в своем конспекте. Это не надо. Вы должны поспать, покушать, и просто с людьми Библию почитать вместе. И в доброй атмосфере Духа Святого все больше пользы получат, чем от вашего, от вашего, как вы знаете, обязанности, которые на вас никто не возлагал на самом деле. Галочки. Да, не надо эти галочки, потому что не в этом вопрос. Вопрос, чтобы мы получили пользу от Христа, когда мы вместе собираемся. Совершенно нормально проводить собрание, вообще без проповедей. Кто сказал, что это должно быть? Можно просто иногда тему разобрать духовную, правда? И Бог обогатит. Можно взять вместе Библию индуктивную изучить, по стихам разобрать. Ну, я говорю, в малых группах, по-разному, в большой церкви это не может сделать. Но я просто говорю, что мы должны выходить за рамки стереотипов. В церкви должно быть так. Прославление, поклонение, сбор пожертвований, хвала, молитва за нужды, проповедь и что-то еще там, да? У нас причастие. А если наоборот? Что же наоборот? Ну, а вот так, когда мы помнили в церковь во фуле лет восемь назад, мне Бог открыл, что нужно начинать с того, чтобы варить суп и есть вместе. Мне люди говорят, а если люди уснут, наедятся? Я говорю, ну ладно, пускай спят, подушки положим. А что вы боитесь? А там религиозные люди собираются. Они говорят, да как так? Да вот так, будем собираться, начинать есть вначале. А потом разберемся, как пойдет. Я не говорю, что это закон вот такой, но Бог вот так хотел и через это определенные вещи делал. Вкусно суп варили, садились, ели этот суп. Потом некоторые, правда, сонливились, потому что днем жарко бывало. Я просто говорю, кто сказал, что должно быть так, а не у так на самом деле? То есть вы не должны все формы ломать, нам формы нужны, правильно? Но формы это не железобетонные формы. Формы помогают двигаться, благодать, но если мы от форм зависим, то иногда Бог хочет по-другому, а мы не готовы. Бывали такие случаи, когда куда-то меня приглашали, я выходил проповедовать, и Бог говорит, ты не будешь проповедовать. Я такой, я буду, ну давай без меня. И такую пургу нес. Ну хотя все потом говорят, что было хорошо, но я знал, что это пурга сам-то лично. Потому что если я проповедую уже 25 лет, у меня знаете, сколько фонограммы в голове религиозные? Я просто могу фонограммы включать разные, переключать, блоки такие, ласковый ума и зарубил туда, и люди такие, ааа, в том смысле. Ну просто за 25 лет много в голове уже проповедей напихано? Но это знаешь, это фонограмма. И потом Бог говорит, господи, что он говорит, я не сказал, не проповедую. А что было бы, говорит, а ты просто не увидел то, что было бы. И бывали случаи, что я соглашался, и я такое видел. И один раз меня пригласили на огромную конференцию в лютеранской церкви, там 4000 человек, палатка, проповедовать три вечера. Я когда приехал туда, на сцене сидели всякие священники в костюмах таких президиуму. А я свой костюм забыл в прошлом месте, где ночевал, в Штутгарте. И поэтому приехал в рваных джинсах, и в рубашке с обезьянами, такая ямайская, спальнями. А что мне делать, костюм там, в Штутгарте спит. И вышел на сцену, а это церковь лютеранская, это как православная в России, государственная церковь, официальная. И президиум в костюмах, и я вышел, такой клоун, в смысле. Еще начал объяснять, знаете, честно говоря, это не насмешка, я костюм забыл просто, что-то объяснил. Потом был перерыв, они успели, видимо, сгонять в магазин, купить костюм мне на четыре размера больше. Поэтому на следующее отделение я вышел уже, знаете, как снеговой ком в белой рубашке в такой смысле. Я сказал, Господь говорит, если ты хочешь, чтобы я был придурком, я буду. Если ты сейчас избрал этот путь, чтобы каким-то образом коснуться с людьми, я буду придурком, я без разницы говорю. Я не хочу сейчас там с Израиля, наеврите, как хочешь, и там так дух сошел на второй день. Там некоторые люди потом не могли часами встать с пола. Их потом одеялами укрыли, они там лежали, они просто не могли встать. Я ничего не пережил, если честно. Я не падал там, не укрывался. Я еще думаю, а что с ними происходит? Само удивляюсь там. Это были не харизматы, которые только ищут. Это были лютеране. Там Бог начал просто, я не знаю, почему нужно было вот так или вот так. И просто иногда Бог, ломая, знаете, наше религиозное мышление, чтобы как-то достигнуть людей, которые вот так оно должно быть, вот только таким образом. И я не специально себе порвал джинсы и как-то издевался на ними. Так Бог допустил. А один раз было в Бонне и обращая церковь, 400 человек, немцы, немцы, это не американцы. Американцы сразу, аминь, брат, аллилуйя, немцы не такие, они смотрят на тебя, типа, что пришел сюда? Лица серьезные. Если немец что-то не понимает, он лицом, он не будет аминь кричать, он на тебя смотрит, что ты говоришь такое? Вот такие немцы, знаете, такие вот, такие вот, вот так, они такие уж, залазят тебе. И я проповедую, и мне вдруг четко до 100 говорят, ляг на пол, и лежа проповедую. Германия, Бонн, немецкая церковь. И я не экзалитированный человек, то есть я не люблю просто такие выходки какие-то делать. Знаете, просто так, что мне в голову с брелло, на пол упал. Нет, я такое не делаю. И мне 2, 3, 4, как пули в голову, ляг на пол. Знаете, мысли прямо на льду. Я знаю, что сам такое не придумаю себе. И я говорю, знаете, говорю, я буду лежа проповедовать. Лег, и не смотрю, боюсь смотреть, что-то происходит. А переводчику, что делать бедному? Тоже лег. Он же не будет стоять надо мной. И я 40 минут закрыл вас. Я не смотрю на них, потому что мне страшно. Особенно там пастор Марио такой, я не боюсь на него смотреть на немца. Американцы, возможно, бы и зааплодировали, а немцы, смотрю, не аплодируют. И потом я закончил проповедь, встаю, смотрю, там тоже некоторых завалило людей. И тоже одного потом за ноги вытащили со сцены. Он играл на клавишах, он что-то там тоже лег. Я-то встал, а он не встал потом. Я не знаю, что с ним произошло потом. Ну, в общем, как бы это прокатило тогда. К чему я говорю? Я не говорю, что мы должны делать странные вещи, если сам об этом говорил. Но иногда Бог делает странные вещи. Опять же, я привел такие яркие моменты, у меня их было два в жизни, не 500, что это. Они постоянно на пол падают, там, в смысле, нижний брейк, совершая на собраниях. Для чего? Потому что мы не должны быть формальными людьми. То есть формы нужны, но мы должны идти за содержанием, а не за формой. Аминь. Хорошо. Ну вот, мы сегодня поговорили о четырех лицах, орелки, лиц и лев, круги. Все понятно. Пускай Господь вас благословит. Аминь. Все, на этом закончим. У вас перерыв. Аминь.